Утонченные, изящные и модные советские девушки до военного времени старались не отставать от европейских сверстниц. 30-е и 40-е годы прошлого столетия, расцвет легкой промышленности в СССР, блузки с рукавами-фонариками, юбки чуть за колено, клеш, яркий английский горох. Детали повседневной моды, которую точно воссоздали модистки ретро-ателье «Машинка времени». Модный показ под открытым небом. Это интересно, зрелищно и музыкально. Во время войны не до моды, однако девушки оставались верны себе. Все те же легкие воздушные платья и скрип дышина, ситца, штапеля, яркие губы и брови ниточкой – приметы времени, которые с точностью воспроизвели участницы ретро-показа. Людям, которые отмечают этот праздник, День Победы, им интересно слышать не только про войну, но у нас же также было много людей, которые находились в тылу, и в первую очередь это женщины в тылу. Поэтому нам очень хотелось бы рассказать об истории, как они жили, что они носили, что они делали, почему они так делали. Собственно, это мы пытались показать посредством нашего дефиле. Пока на центральной площади города Одинцова проходила концертная программа «Ко дню Победы», на малой сцене шел кинопоказ. Под открытым небом любители киноклассики смотрели фильмы о войне. А книгачи устремились в библиотеку добра. Акция общественной палаты вызвала небывалый интерес у гостей праздника. Я люблю читать рассказы о Рокоссовском, люблю читать... Ну, я сейчас только начал читать. Приносили много книг, забрали много книг. В частности, на военную тематику сегодня было у нас много экземпляров исторических книг. Также классика и прочих жанров вообще всевозможных, начиная от Древней Греции, заканчивая современными детективами и романами. Яркие моменты празднования Дня Победы. Запечатленные фото художниками Дианой Каратаевым и Валерием Жуковым на центральной площади города Одинцова. В День Победы открылась фотовыставка, посвященная нашим землякам, ветеранам Великой Отечественной войны. Родные и близкие сердцу ветераны, герои на все времена. На фотографиях они такие разные, веселые, задумчивые, внимательные. Во взгляде ни капли грусти, отчаяние – это не про них. В победный для всей страны день на главной сцене праздника герой нового времени Никита Калиманов. В декабре прошлого года юноша спас женщину на пожаре. Давайте мы похлопаем и поблагодарим Никиту за его подвиг, который он совершил в начале этого года. Скажем ему огромное-огромное спасибо. Я передаю почетную грамоту главы Одинцовского района Андрея Иванова и наш подарок Никите. Праздничный турнир ко Дню Победы провели Одинцовские шахматисты. Соревнования прошли среди детей и взрослых. Участие в них приняли свыше 80 спортсменов. Ребята, чей рейтинг позволял, были допущены во взрослый турнир. Десять человек у нас допущены сегодня к взрослым соревнованиям. Это ребята, скажем, третьего, четвертого, пятого, шестого класса, которые бы так бы не попали, но за счет своего рейтинга, за счет того, что они уже чего-то добились, и они с нами сегодня играют, ну на равных со взрослыми, скажем так. Один из таких целеустремленных шахматистов – Иван Терещенко. Мальчик увлекся шахматами год назад. Учится в первом классе и планирует отправиться на первенство России. За этот год я стал лидером нашей группы. День Победы – праздник героев и триумфаторов. Время памяти и скорби о тех, кто не дошел, не дожил. Ровно в 18 часов 55 минут вместе со всей страной Одинцова погружается в минуту молчания, которая впервые состоялась в нашей стране в 1965 году. В праздничных мероприятиях о Дню Победы приняли участие десятки тысяч горожан. Дополнили программу выступления народных коллективов, детских и молодежных студий, старогородковских акробатов. Ровно в 22.00 небо над центральной площадью города Одинцова озарили первые залпы салюта. Такие же яркие и громкие, как Великая Победа нашей великой страны. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.